РСА и Росстат рассказали о том, как же изменилась средняя цена полиса ОСАГО в России после расширения тарифного коридора. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Ранее я уже неоднократно рассказывал о том, что с 13 сентября 2022 года в России произошло очередное расширение тарифного коридора ОСАГО. К примеру, для наиболее популярной категории транспорта – это легковые автомобили физических лиц – базовый тариф на коридор ОСАГО был расширен с этой даты сразу же на 26% в меньшую и в большую стороны. Сегодня в Российском Союзе автостраховщиков опубликовали пресс-релиз, в котором рассказали о том, как же изменилась после этой реформы средняя стоимость полиса ОСАГО в России. По информации РСА, подорожание средней стоимости составило 10%. Как говорится в этом пресс-релизе, в большинстве регионов средняя премия изменилась несущественно, а в ряде регионов даже снизилась, следует из оперативных данных РСАГО. Средняя цена ОСАГО за неделю с 26 сентября по 2 октября в целом по России составила 7683 рубля, что на 10% выше средней премии, которая была в последнюю неделю до расширения тарифного коридора. Тогда это значение составляло 6985 рублей. По данным РСА, в 64 регионах России рост средней цены ОСАГО оказался в пределах 15%. Из них в 28 регионах он не превысил 10%. Также в РСА рассказали о том, в каких же все-таки регионах цена ОСАГО средняя снизилась после этой реформы. Этих регионов всего три. Это Республика Якутия, средняя премия стала ниже на 7%. Ямало-Ленинский автономный округ, средняя цена снизилась на 5%. И Ханты-Мансийский автономный округ, средняя цена снизилась на 4%. Понятное дело, что три этих региона не являются показательными. Они явно не лидеры в плане и количества автомобилей, и количества оформляемых по лесу ОСАГО. Во всех остальных же регионах средняя стоимость по лесу ОСАГО все-таки выросла. Сразу же вслед за этим РСА приводит топ-5 регионов по количеству проживающих в них автовладельцев. В них средняя премия по ОСАГО выросла от 9 до 15%. В Москве рост составил на 9%, в Московской области на 15%, в Санкт-Петербурге на 14%, в Краснодарском крае на 10%, в Башкортостане также на 10%. Таким образом, по данным РСА получается, что после этой реформы в среднем по всей стране рост средней стоимости по лесу ОСАГО составил всего лишь 10%. Однако тут нужно понимать, что Российский Союз автостраховщиков сравнивал те данные, которые им было более выгодно показать. То есть они сравнили среднюю стоимость ОСАГО за предыдущую неделю до расширения тарифного коридора, и затем сравнили стоимость среднюю уже после расширения тарифного коридора, но опять же в сентябре. Таким образом, они, получается, сравнивали сентябрьские цены с сентябрьскими по факту. Если же обратиться к публикации отчета Росстата за минувший период по итогам сентября 2022 года, то по этим данным, если сравнивать среднюю стоимость годового по лесу ОСАГО в сентябре и в августе 2022 года, в сентябре рост составил сразу 18,5%. Таким образом, по данным Росстата, фактически рост средней стоимости по лесу ОСАГО был существенно больше, чем по данным РСА. Однако, как я уже сообщал ранее, это не говорит о том, что поголовно для всех автовладельцев стоимость полиса ОСАГО по факту выросла. То есть речь идет о средних значениях. Для некоторых водителей, в особенности для наиболее аккуратных, для безаварийных, стоимость полиса ОСАГО осталась либо на том же уровне, либо повысилась незначительно. Могу привести здесь свой пример. Например, в 2021 году я оформлял полис 15 октября в компании Альфа Страхование. Тогда он обошелся мне в 4135 рублей. В этом году я продлил полис ОСАГО намного раньше, заранее, за месяц практически, 18 сентября, то есть уже после расширения тарифного коридора, я купил очередной полис ОСАГО, но уже в компании Ренессанс Страхование за 4318 рублей. Соответственно, путем нехитрых подсчетов можно посчитать, что конкретно для меня стоимость полиса ОСАГО в 2022 году по сравнению с прошлым годом выросла на 4%. Поэтому в очередной раз хочу напомнить, что прежде чем купить полис ОСАГО в своей предыдущей компании, у меня это была компания Альфа Страхование, необходимо сравнить все доступные предложения по ценам от других страховщиков. Потому что чем шире тариф на коридор, тем больше разбег может быть между предложениями страховых компаний для одного и того же водителя. К примеру, в моем случае в 2022 году в сентябре разбег был по предложениям страховщиков от минимального значения 4318 до значения 7002 рубля. Сами понимаете, разница довольно-таки существенная и минимальную цену мне предложила далеко не та же самая компания, в которой я страховался в прошлом году. Именно поэтому, прежде чем купить полис ОСАГО, не торопитесь и сравните цены у всех страховых компаний. Для этого вы можете воспользоваться ссылкой в описании под этим видеороликом. Вот такая вот информация. А если вы уже покупали или продлевали полис ОСАГО после расширения тарифного коридора, то есть после 13 сентября, в комментариях вы можете поделиться, как же конкретно для вас изменилась стоимость полиса ОСАГО. Она подорожала, снизилась или осталась без изменения. Спасибо, что рассмотрели это видео до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока.